сегодня мы с вами приготовим птичье молоко для этого нам понадобится масло комнатной температуры шоколад белый растопленные топе импульсами по 15 секунд масло мы взбиваем хорошо тщательно до увеличения в размерах и чтобы масло у нас побелело взбивайте любым удобным для вас миксером взбиваем очень тщательно чтобы у нас прямо она белая белая стала вот до такого состояния растопленный белый шоколад мы смешали со взбитым маслом вот и такой консистенции вот что у нас получилось так но начнем готовить с вами основную нашу часть это мы вливаем воду наш агар перемешиваем все вода у нас комнатной температуры чтобы у нас не схватился он комками перемешали и добавляем сахар сахар добавили и опять все перемешиваем перемешиваем чтобы у нас была однородная масса и это обязательно делаем чтобы в конечном итоге у нас не было никаких комочков хорошенько все размешали после этого вы добавляете инвертный либо глюкозный сироп то есть разницы никакой нету то есть все по рецепту и тоже добавили и перемешиваем можно и сильно не так не мешать потому что начнет нагреваться масса у вас все это растворится после этого мы ставим градусник градусник у нас идет щупом вот я ставлю нужной температуры и он у меня пропищит когда у нас будет 110 градусов после этого мы идем к нашему белку белок мы взбиваем сначала мы взбиваем на маленькой скорости чтобы наш белок насытился кислородом после этого мы скорость постепенно будем увеличивать и будем доходить до самой большой мощности я сейчас добавила лимонную кислоту на кончике ножа она придает вкуса и какая-то такая некая кислинка будет смотрим на наш сироп он еще не закипел будем варить до 100 градусов до 110 градусов и постепенно все время помешивая то смотрите да чтобы у вас градусник правильно все показывал должно все это закипеть запенится вот сейчас у нас 88 градусов смотрим на белок белок у нас уже достаточно хорошо взбился он уже такой пышный там нету совсем до белка вот у нас сироп уже начал закипать мы в это время готовим с вами вот такую решетку решетка 20 на 20 либо 30 на 30 то есть смотрите как вы толще хотите тоньше хотите то есть и так и так подойдет вот смазали ее маслом теперь мы переходим белком белок у нас уже хорошо взбился сироп до 110 градусов до варили выливаем это все и взбиваем сбить нам надо до плотного такого состояния чтобы у нас все это вмешалось то есть и хорошо взбилось мы взбиваем взбиваем вот примерно видите у нас уже стало видно что хорошая масса она такая плотная и будем сейчас добавлять вот эту вот масляную смесь с которой шоколадом смешанная будем частями добавлять но скорость миксера у нас на среднем то есть мы взбивали на большой сейчас сделали на средний когда начали добавлять вот это вот жирную масляную смесь и получается у нас немножко видите жиже стало ничего страшного полученную смесь мы сейчас выкладываем в рамку и ставим холодильник на три часа вот у нас постояла в холодильнике три часа мы достаем режем это все на кубики выбирайте кубики какие вам удобнее и будем уже темперированном шоколаде окунать либо просто вы окунаете в глазури либо просто растопили шоколад также сама импульсом то есть смотрите как вам нравится нам нравится с корочкой мы окунали в темперированном шоколаде можете для обсыпки выбирать все что угодно это может быть и какао это может быть и какая-то ягодная смесь потом мы делаем такие полосочки и вот еще я решила окунуть тоже в кокосовой стружке очень тоже вкусно интересный вкус и вот такая вот у нас красота получилась собрали это все в коробочку красиво и можно подавать костям либо продавать обязательно сделайте посмотрите какая красота у нас внутри и вкуснота получилось вот все пользуйтесь на здоровье очень очень вкусно советую всем обязательно попробовать у вас все обязательно получится